В штангистах разыгрывается медаль весовой категории до 91 килограмма. И по существу именно с этого веса сборная России начинает борьбу за медали. Но, правда, два наших штангистов были лёгких. Из всех категорий уже выходили на Олимпийский помост, но выступали они в группе B. Это Умар Эдельханов из Назра невесовой категории до 63 килограммов. И весовой категории до 76 выступал Сергей Филимонов из Кемеровской области. У него 7 место. Ну а сегодня два наших штангиста ведут борьбу за медали. Это Игорь Алексеев из Уфы и Алексей Петров из Волгограда. Пока они не приступали к состязаниям, пропустили вот эти веса. Ну мы сейчас разберёмся, кто лидер. Я только напомню, что вместе со мной комментирует соревнование генеральный секретарь Всероссийской Федерации по тяжёлой атлетике Юрий Сандалов. У Андрея Макарова это последняя попытка, да? Пока он зафиксировал 165, 170 была неудачной. И вот третья попытка. Андрей Макарова, обратите данные. 23 года, рост 172, весит сколько? Весит 90 с половиной килограмм. Да, Игорь Алексеев молод, ему 21 год. Первая попытка 175. Он из Уфы. В этом году стал чемпионом России именно в этой весовой категории. Здесь профиксирован? Да, но как-то он не уверен. По-видимому, большое волнение всё-таки. Первый подход впервые на первой в Олимпиаде. Он большой мастер этого упражнения Вот его секундирует Главный сценарий Игорь Никитин Вот этот пластырь у него наклеен на шее Это взятие штанги на грудь Содрал кожу на ключица Ну что ж, теперь На помосте Лехаби до начала Да, теперь на помосте Должен выйти Алексей Петров Вот он на ваших экранах Первая попытка Все те же 175 И легко зафиксирован И этот ответ Итак, два лидера Алексей Петров И Игорь Алексеев У них по 175 А здесь первые попытки Зафиксировали этот тест Но Соревнования в этом Упражнении еще продолжаются Поднял два пальца Сейчас Алексей Петров Это значит Попросил, может быть Это знак победы Я не думаю Я думаю, что он просто попросил Поднять Утяжелить штангу Еще на два с половиной Не Я думаю, что он не добавит больше Менюм 5 килограмм Сунай Булут Чемпион Европы Этого года Машины выступали Он тоже во второй Попрессии Попрессирует 175 Кубинский спортсмен Нам в повторе Обычно показывают И как реагируют Тренеры Карлус Алексей Фернандес 85 Вверх зафиксирован Здесь у нас еще один Субильский спортсмен Смотрите, Сабари Он закончил соревнование В Газе 165 Оливер Карузо Будет сейчас приглашен на помость Вторая попытка Какое напряжение Обратите внимание Вверх взят Есть еще одна попытка У меня Скорсмена Вот пять человек Уже подняли Субильский спортсмен Да, я только хочу сказать Что Оливер Карузо Выступал на чемпионате Европы в этом году И был вторым Так, пять человек Уже покорились 175 Это Сейчас шестой пытается А, нет Алексеев Мы что-то смотрели С вами Ему не засчитали Первый подход Я не здесь Я рассмотрю Мы сейчас Это все Посмотрим Давайте Погнали Субильский спортсмен Спасибо Субильский спортсмен 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 Да, откровенно говоря, я так и не понял. Неужели у Игоря первый подкот ему не засчитали? И вот и Братовичев поднялся к нему с 5. Но это уже третья его попытка. Леонидес Кокас. Леонидес покоряет 175. Рыба попытка. Ну и... Леонидес Кокас. Леонидес Кокас. Да, штанга тяжелее. А борьбу у нас продолжают Игорь Алексеев, Алексей Петров, Оливер Карузу, Шунай Булут и кубинец Карлос Алексеев Фернандес. Сунай Булут. Третья попытка. Сто семьдесят семь с половиной. Чемпион урок немецкого штангиста. Сто семьдесят семь. 500. А кто тяжелее, Юрия Анатольевич? Оливер Каруза или Сунай Булут? Булут. Булут тяжелее. начисли оливер каруза сейчас вверх оружие закончил это упражнение суммой сто семьдесят карлос алекса фернандес он зафиксировал такой же вес зафиксировал игорь алексеев и алексей китров последняя попытка 180 нет Гарлос Олексей Фернандес закончил это упражнение суммой 175, пока что 176,5 зафиксировал только Сунай Гулут. Гарлос Олексей Фернандес. 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 Итак, сразу два лидера. 182,5 зафиксировали Игорь Алексеев и Алексей Петров. Но у Алексея Петрова есть еще один подход. Есть еще одна попытка. А Алексеев легче Петрова. Так что лидер сейчас Алексеев. Но я напомню, что мировой рекорд принадлежит именно Петрову в этом движении. 186. Правда, он спановлен, но он был два года назад. Алексей Петров. Да, и грядно по счету оталов. Игорь Алексеев, 187. Петрова убирает дисконфицирован. Первая убирает дисконфицирован. Дала положительный результат. Ну, в конце концов, дисконфицированная была отменена, но сколько нервной энергии были потеряны в ожидании справедливого решения. Он что-то просто не хотел, чтобы это произошло в полной алимпиаде. Я, например, допускаю даже такое, что что-то просто подбросил еще этот депутат. Кстати, и сам Петров не отрицает этого. Ситуация, когда российские спортсмены становятся жертвой диверсии и провокации, не нова. Новый мировой рекорд, очередной на этой олимпиаде. 187,5 килограмм. Да, 187,5 килограмм. И Петров становится лидером. Он улучшает свой же мировой рекорд. На полтора килограмма. Ну что ж, молодец, Петров. 187. А второй результат имеет Игорь Алексеев. 182. Юрецкий ответственный наиболюб. Имеет три килограмма. 177,5. Вот он на ваших экранах. Алексей, Петров. Ну что ж, теперь у нас будет небольшая пауза. На Олимпийских играх, к сожалению, не вручают малых медалей, как это происходит на чемпионатах мира и Европы. Теперь у нас небольшой первик. И мы будем ждать уже выступления атлетов во втором движении. Вот еще раз посмотрите. Эти мгновения запоминаются надолго. Прекрасно, прекрасно покорена вот эта штанга. Возвездом 187,5. Рекорд. Еще один. Одиннадцатый, кстати, рекорд. Мировой рекорд установленный здесь на Олимпиаде. Перерыв у нас. Рефери на Веда из Пуэрт-Парико. Начинает Лезин, сам пытается. Юрченко чувствует, уходит. Легко передвигается боксер из Казахстана. Работает Миша, кто-то кричит. Юрченко явно не по-казахски. Конечно, сложно воспринимать Михаила Юрченко как представителя соперничающей боксерской державы. Все-таки одна школа советского бокса. Но, тем не менее, есть реалии, есть формальности в том числе и в спорте. Он представляет Казахстан. Зависимое государство. Так. Так. Ну, вы все видите. Представляет Юрченко Казахстан или представлял? Судя по всему, рассечение сильное. Да, даже отсюда видно. Все. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как бывает, Юрченко с засадой ударил по канатам. Ну, действительно, рассечена. Даже не бровь, а дуга под бровью. То ли удар, то ли столкновение. Может быть, где-то головой ударил. Лезин попал. Посмотрите, какое сильное рассечение. Что делать? Ну, поздравлять в таком случае с победой не принято, но факт остается фактом. Алексей Лезин проходит в четверть финал. Ввиду невозможности его противника, действительно невозможности, мы это видим, здесь нет никакой врачебно-медицинской предвзятости, ввиду невозможности противника продолжать бой соперника. Сильнейший российский боксер и чемпион мира Лезин выходит в следующий круг, в одну восьмую, простите, в одну четвертую финала, где его соперником будет победитель боя Ахмед Эсоед, Египет, Рене Монце, Германия. Девушки отдыхают. Далекат зафиксировал во втором движении 205 килограммов Игорь Алексеев. У нас соревнования во втором движении в самом разгаре Оливер Карузо. 22 года, 179 сантиметров. Первая попытка 205. Я хочу еще раз напомнить, что у нас прямая трансфляция из Атланты, и правда у нас время тоже ограничено. Спутник может уйти, но это, я думаю, сегодня не произойдет. Сегодня он на тяжелой атлетике должен быть нажительный, я не боюсь сказать. Оливер Карузо тоже фиксирует 205. Энрико Сабари, спортсменка из Кубы. У него вторая попытка. На штанге 205. Вот 205 зафиксировал. Но правда толкнул, врустил, зафиксировал всего. У него серебряная и две бронзовые. Ведь какое напряжение, а? Тяжело встает, да? Да, причем он перед этим толкнул 202. Это большая редкость, что в толчке идут так через 2,5 килограмма. Дело в том, что он тяжелее кубинского спортсмена Хирнандеса. И ему надо... И тот толкнул уже 202, а вырвали у него 205 килограмм. А в первой попытке зафиксировал 200. А во второй пытается натолкнуть 207,5 килограмм. 25 лет, спортсмен из Армении. Встал. Нет. Но есть еще одна попытка у Александра Харапичана подойти к этому вешу. Да. Его любимое упражнение – тревог. Но вы видели, что в первом подходе он несколько перестраховался и с ошибкой вырвал, и ему не засчитали. Поэтому тут тренеры решили действовать наверняка. Дали ему толкнуть 205. Это уже дает ему возможность иметь какую-то медаль. Карлос Алексис Фернандес. Вторая попытка. 207,5. С половиной. Террирует. Карлос Алексис Фернандес. Петров. Гурнай Булат. Да. И Кокос. Да. И Леонидов Кокос из Греции. С половиной. Закончил соревнование. Закончил соревнование и толкнул он. 205. 205. В сумме 380. Ну, я думаю, вот с этой суммой вряд ли он не попадает в придет. На брачу, да. По сапризерам. Последняя попытка Александра Крапетяна из Армении. Среди же 207,5. Пока он зафиксировал только первые попытки 200 килограммов. Нет, было касание. Да. Это причинно правило. Террирует тоже завершил соревнование. Ну, давайте посмотрим, что он на Булут. Первая попытка турецкого атлета. Напомню, он один из самых опытных. Ему 29 лет. Он чемпион Европы этого года. 210 на штанге. Нет, вес не зафиксирован. Сунай Булут в резке поднял, напомню, 177,5 килограмма. Вы помните, первая была неудачная. Интересно, что сегодня никто из 12 атлетов пока вот не получил баранки. То есть все попытки были успешными. Ну, не все, конечно. Еще не все начали. Только 10 спортсменов. И вторая попытка. Да, вот тут уже назревает, по-моему, сенсация. Судя по всему, турецкий спортсмен пропускает 210. И на третий подход перед заказал 212. Это греческий тренер Яковов. Ну, по-моему, вот он самый эмоциональный, знаете. Его так часто показывают по телевизору. Ну, вот для Гиба сколько? Первая попытка 112,5. Зал старается помочь спортсмену. Ну, а помочь он может только когда полная тишина. Трудом, но, по-моему, все-таки зачисляют. К этому же весу сейчас должен выйти по всей вероятности Игорь Алексеев. Ну, надо толкнуть. Да, неудача. Вы знаете, очень много, по-моему, вольфилов было. Энергия была исходована на этой попытке. Я вообще не... Ну, совсем согласен с Арктикой. После 205 надо было идти на 210. Старейший участник среди атлета весовой категории до 91 килограмма. Ему 31 год. Встал. Нет. Кто спешил? Надо было ему постоять и драть. Сегодня Америка Соборис не готов к стуре беспокойной. Итак, закончил выступление еще один атлет. Ровно выступает, вы знаете, 220 с половиной, 207. И вот сейчас 212 с половиной. Он закончил выступление, и его сумма... Значит, 387. 387, позвонит только. 387, позвонит только. Это столько же, сколько имеет наш Алексеев. Но все-таки наш Алексеев впереди. Он легче. Олег Чумак, третья попытка. Ну, как вот так не обидно, что неудачный выступил Аляски Мастер и команда Квайна именно в первом движении, в рывке. А толкает просто, видимо, здорово. Вот где-то Сунай Булутов. Все, толкает. Только сколько эмоций сразу этого ответа. Да, Иград нам заставил, наверное, поволноваться своих тренеров. 390 килограмм. И он сейчас обходит Игоря Алексеева. Ну что, Игорь, вся Уфа болеет за тебя. И не только Уфа. Да, к сожалению, Игорь Алексеев закончил соревнование. Во втором движении он зафиксировал всего-навсего 205. И в сумме у него 387,5 килограмм. Первая попытка лидера нашего соревнования Алексея Петрова. 215. Первая попытка. Ну что, мы можем поздравить друг друга и можем поздравить всех наших сильных стирителей. Теперь уже Алексей Петров своего не упустит. Да, русская земля издавна славилась своими богатырями. Сила всегда была в почете. Я хочу напомнить, что советские штангисты вступили в Международную Федерацию Гриевого Спорта. В 1946 году, ровно полвека назад. И в том же году впервые участвовали в чемпионате мира. И первыми среди советских штангистов чемпионом мира стал Григорий Навак, выступая в среднем весе. Он в сумме тройборья набрал 425. Ну а на Олимпиаде советские атлеты дебютировали в 1952 году. И чемпионом стали Иван Удодов, Рафаэль Чемешкян, Трофим Ломакин. Мы хорошо помним эти имена. Так же, как и других наших атлетов, которые начинали историю отечественной тяжелой атлетики, принесли ей мировую славу. Иван Удодов, Рафаэль Чемешкян, Трофим Ломакин. 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 Иван Удод, Рафаэль Чемешкян, Трофим Ломакин. У Оливера Карлзо еще одна попытка. Девушка, пожалуйста, позвольте позвольте президенту Нью Кейгрид. Сколько нервной энергии потеряют тренеры, когда удача. Ну и, наверное, прибавляется энергия, когда удачное выступление. Продолжение следует... Кокас. Третья попытка 215. Если он зафиксирует этот вес, у него будет 390 килограмм. Встал. Да, здесь зафиксируем. Сейчас он занимает второе место. У него сумма становится 390. 390, да. Первое он зафиксировал 215, а теперь... Сейчас идет на мировой рекорд, судя по всему. Вот на табло высветили 227,5. 227,5. А установят, наверное, 229 на штангу. Вот сейчас по номеру нам показали и отца Алексея, да? Не видел. Да, отец там выводит его, помогает ему. Ну, по-хозяйски чувствует себя Петров на помочь. Это вот сразу бросается в глаза. Нет, слишком большая пауза была. Да. Ну что ж, будем подводить итоги. У него еще есть один подход. А, еще один подход. Ну, пока, я говорю. Пока, значит, лучшая сумма у... Ну, Алексея Петрова. Да. 402,5. Да. На втором месте Кокос. На втором месте греческий атлет Леонид Кокос. 390. И на третьем Карузу. И на третьем месте Оливер Карузу. Его сумма тоже 390, но он чуть-чуть тяжелее греческого атлета. 390 имеет и турецкий спортсмен, который занял четвертое место. Но он тяжелее. И, к сожалению, наш Игорь Алексеев только на пятом месте. Ну, мне кажется, это, мы уже говорили, это была скорее тренерская. Тренерский просчет. Зафиксировал 205 и сразу подходить к штанге, который на 7,5. Да не было в этом необходимости. Это было чувство. Тем более, он так удачу выступил в Руске. 182,5. Как у нас говорят в тяжелотетике, поднимать свое, отбирать свое, поднимать свое, отбирать свое, отбирать свое. И так Алексей Петров пытается улучшить свой же мировой рекорд и во втором движении. Ну и, естественно, тогда в двоеборе. В двоеборе мировой рекорд 412,5. Аплодисменты не встречают Алексея Петрова за смелость. За то, что вызов он бросает. В такой громаде стал. Сам, по-моему, не готов сегодня. Да, пока не готов. Ну что ж, мы будем закругляться. Я только хочу напомнить, что это наша первая золотая медаль, завоеванная здесь. И, как говорится, сегодня вечер. Завтра весовые категории до 99-ти килограмм в сборной России. За сборную России будет выступать два петра. Дмитрий Смирнов из Свердловской области, Юрий Вячеслав, Рубин и Синценко. Итак, наш съемочный репортаж завершен. Я напомню, его вели Юрий Стандалов, генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики, и Владимир Ашмаджан. Очередной день у штангиста...